кораблик это специально так сделано чтобы я его выбрал да а я не выбираю да а знаете почему специально потому что когда кто-то специально хочет чтоб я его выбрал я специаль не выбираю где кораблик я не знаю я не знаю где он что то а вот Не всегда так бывает, что когда мы делаем приманку, Господу это нравится Понимаете? Наша семья, три человека, я, муж и дочь 9 лет Мы не можем уже на протяжении нескольких лет зачать второго ребенка При этом хотели иметь даже не двух, а трех или даже четырех Чем может быть связано вторичное бесплодие? Что делать? Она связана с тем, что часто каналы психические забиваются с возрастом Человек становится больным И в результате он не может зачать ребенка Так действует судьба Вам надо начать лечиться у нас Приехать к нам лечиться Может быть вам понадобится много времени, чтобы с помощью йоги, допустим Чистительного голодания, правильного питания вылечить свои болезни Потому что эти болезни у вас у обоих Вы оба страдаете этой болезнью Я не затрагиваю эти вопросы, потому что они являются менее важными Если человек физически развивается, это не значит, что он может сохранить семью Он не значит, что он может какие-то очень глубокие перемены в своей жизни сделать Физическое тело зависит от психического, от психического, от духовного Если самое главное начать делать, все остальное придет Вот вы благодаря тому, что три дня на этой лекции просидели, вы узнали также и про свои болезни Я посмотрел на вас и увидел, что есть физический аспект А физический аспект, он имеет механическую природу Понимаете, о нем можно даже не обязательно сильно многое говорить Вот точно так же, как трубу пробивают ёршиком Так и тонкие каналы можно пробить с помощью коры Человек может приехать просто полечиться А потом уже вести здоровый образ жизни Понимаете? И не копить вновь Все, что связано с телом, это все проще решается Чем то, что связано с судьбой Вот сама судьба делает такие болезни, которые у вас Вот эта вилка, мы хотим четырех, а не можем мы второго Она у многих людей Это и означает тяжелая карма в этом направлении Если бы она была легкой, вы бы сильно много не хотели И сильно трудностей больших бы не было Ваш вопрос означает сомнение Я считаю, что вы должны понять, что если у вас не получается, значит вы больны Где вы будете лечиться и как Это вопрос вашего благочестия и вашего выбора, и вашей веры, и вашего развития также Одни люди имеют грубоматериальное мышление, они лечатся медикамитозно Другие имеют тонкоматериальное мышление, они лечатся с помощью тонких методов, которые я преподаю А третьи вообще имеют духовное мышление, они просто идут и живут, постятся в монастыре месяц А потом зачинают детей Все зависит от того, какое у вас мышление Судя по тому, как вы реагируете на мои слова, вы не слишком глубоко понимаете то, что я делаю И это нормально тоже Вам самое главное понять, что если человек не может что-то сделать, он должен использовать силу других Есть четыре стадии заболевания Первая стадия, легкая стадия, преодолевает своими силами Вторая стадия средней тяжести, преодолевает с помощью тех, кто использует силы Только чудо Думаю, что вы находитесь на второй Я не вижу сильно большую, тяжелую какую-то судьбу у вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...